МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Медики пресекли кражу денег из кармана беспомощного пациента в приемном покое одной из волгоградских больниц. Год экологии так и не принес ощутимых перемен в процветающую сферу несанкционированных свалок Волгоградской области. Торжественно открытый в пойме царицы музея истории испытывает проблемы с пешеходной и транспортной доступностью. Один из самых престижных полицейских вузов страны, Волгоградская академия МВД, празднует полувековой юбилей. В эти дни Волгоградская академия Министерства внутренних дел РФ отмечает 50-летие. Когда-то это была высшая следственная школа, затем юридический институт. Здесь уже полвека готовят специалистов для следственных аппаратов, экспертно-криминалистических и оперативных подразделений. Ведомственная принадлежность учебного заведения налагает определенный отпечаток. На характер и методику обучения есть свои секреты. Сюда не просто поступить, но те, кто прошел конкурс, получают действительно качественное образование с учетом особенностей будущей работы в органах правопорядка. Каждый год вуз набирает самых достойных курсантов со всей страны. Этот год не стал исключением. У нас учатся парни и девушки 16 национальностей, которые поступили к нам из 22 комплектующих органов. То есть, в принципе, со всей страны, от Калининграда до Камчатки. У нас есть девочка, которая приехала из Петропавловска в Камчатск, учится у нас. В том числе на нашем курсе порядка 27 ребят, которые закончили школу с золотой медалью. То есть, ребята, которые сознательно сделали свой выбор в пользу будущей профессии сотрудника органов внутренних дел. Кроме всего прочего, у нас на курсе учатся 17 выпускников суворовских училищ, кадетских корпусов, которые также не то что сейчас сознательно сделали выбор, а гораздо раньше, за три года до этого, сделали выбор в пользу работы сотрудника органов внутренних дел. Волгоградская академия МВД гордятся своими выпускниками. Среди них 40 генералов, депутаты Государственной Думы главы администраций городов и областей России. Особенности сферы несанкционированных свалок Волгограда и области станут темой воскресной информационной программы «Взгляд с высоты». Несмотря на попытки экологов и властей повлиять на ситуацию, царство нелегальных помоек продолжает процветать. Как, например, на 13-м километре Московской трассы или рядом с селом Орловка, где среди мусора выращивают на продажу овощи. Есть свалки, на которых налажена конспирация, ключи от ворот спрятаны в тайниках и знают о них лишь избранные перевозчики. Но при всех сложностях Волгоградская область на 90% обеспечена законными объектами размещения отходов. Есть ли шанс добиться успеха в реформировании системы обращения с ТКО на территории Волгограда и области в программе «Взгляд с высоты в воскресенье». Кражу денег из кармана беспомощного больного в приемном покое одной из Волгоградских больниц зафиксировала камера видеонаблюдения. Общистил пенсионера заботливый прохожий, который, как выяснилось позже, оказался работником метроэлектротранса. Он увидел старика, лежащим на улице и сопроводил в карете скорой помощи до больницы. Здесь незнакомец под шумок прошелся по карманам дедушки и умыкнул 17 тысяч рублей. Персонал медучреждения проявил бдительность и потребовал вернуть деньги на место. В результате был вызван наряд полиции. За кражу заботливому прохожему грозит срок до пяти лет. Торжественно открытый вчера в пойме царицы музея «Россия моя история» испытывает проблемы с транспортной и пешеходной доступностью. С учетом того, что в честь открытия сегодня и выходные вход в исторический парк бесплатный, к музею уже с утра потянулись горожане. Однако путь за новыми познаниями в области истории пока преодолеть непросто. Если от речного порта пешеходная дорога в сторону музея уже готова, то от ресторана «Маяк» спуск в пойму не оборудован. Очень хочется посмотреть все, но подойти практически невозможно. Ладно, я еще, так сказать, в состоянии. А если кто с детьем, с коляской или просто на костылях? Ну, естественно, нужно. Да, может быть, даже лучше вот 98-й автобус сюда вот продлить маршрут и будет нормально. Потому что, ну, как бы с ребенком не очень удобно по Косагорой идти. Вчера после красочного открытия и отгремевшего салюта рядовым участникам церемонии и зрителям с детьми пришлось в темноте пробираться на песчаный склон поймы с тем, чтобы дальше пройти до остановки «Современник» на проспекте Ленина и уехать домой. Но ни ночью, ни днем трудностями волгоградцев не испугать. Построенный в рекордные сроки объект культуры имеет успех у посетителей. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова